Приехали в университет Каист, попросили таксиста привезти нас в Чонмун, но он нас завез прямо в середину, в центр, в сердце Каиста, в его медицинский центр. Ну, нам же вроде как плохо, да? Вот. Так, сейчас зайдем до центральных ворот и начнем экскурсию. Корейский институт передовых технологий Каист – это ведущий учебный и исследовательский университет Южной Кореи, расположенный в Теджоне. Был основан корейским правительством в 1971 году как первый национальный научный исследовательский и технический институт. И спустя всего лишь 40 лет Каист занял 90-ю позицию в рейтинге ведущих университетов мира. Есть шанс встретить своего супермена. Без велосипеда по кампусу передвигаться просто нереально. Припарковался прямо у входа в библиотеку. Коль пришли в Каист, нужно затариться его фирменной атрибутикой и, конечно же, разыграть вам. Ну, давайте повыбираем. Библиотека. Не, нам нужен магазин. Так непривычно зайти в библиотеку, в книжный магазин университета, и вы представляете все про компьютеры, про науку, про инженерию, биоинженерию, математические вычисления, экономику. И никаких книжек про корейский язык. Как так? Какая прикольная футболочка. Что дальше? Матерал такой прикольный, знаете, вот сам отумно летом, чтобы не сильно потеть и не сильно было видно. Такая вот прикольная вещь. Снимаем резиночку. Там вы можете всякие визитки, записи, писать, ручку ставить в разных цветах. И я так не знаю, кто вот победитель, наверное, возьмешь коричневым. Типа такой кожаный. Различные открытки, сувениры. Кстати, кто не знает, гусь – это символ Кайст. Часы точно в стиле Кайста. Вы видите не только время, но можете высчитать время в других городах, странах и свете мира. Я надеюсь, вы понимаете, как. Почему-то увидеть умные весы в продаже в сувенирном магазине Кайста не на удивление. Это же Кайст ученый. Конечно, все должны быть умные. Мои любимые корейские кошелечки. Знаете, вот у меня розовенькие. Получается, здесь заклепка для денежек, для визиток. Здесь нет еще внутреннего отделения, но еще внутреннего. Очень удобно пользоваться наличкой. Просто советую. Еще я в подарок добавлю, коль блокнотик уже есть, какой-нибудь из трех финальчиков. Чики-брики, пальчик выкинь. Значит, это. Все, я накупила кучу подарочков из Кайста победителю, подписчику моего YouTube канала. Не обязательно фанату Кайста, хотя может быть фанату Кайста. Не знаю еще. В общем, условия конкурса смотрите в описании видео на YouTube канале. Именно вам придется перейти для этого на него. Понятное дело, что будете на него подписаны. Вы только что как минимум. А на Чикаке. Вот. И я все это пошлю не ему, не ему, а тебе по той стороне экрана. Как я люблю вам подарки покупать. Что-то себе ничего не купила. Надо вернуться, да? Хочу вас познакомить с Машей. Маша ученица университета Кайст. И она обучается на гранте стипендии. Как все-таки? Это грант или стипендия? По стипендии. Это по стипендии. Получается, ты когда закончила МГУ по специальности... Ты числительная математика и кибернетика. Обалдеть! А ты закончила специалитет в течение пяти лет. Далее ты взяла свой диплом, поставила постель. И отправила документы сюда. А погоди, еще ты дала им бумажку в виде... Да, помимо диплома и табеля с оценками, нужна еще рекомендация как минимум от двух человек. Хотя бы один из них должен быть из академической среды. Плюс нужно мотивационное письмо. Желательно уже иметь связи с профессором здесь. Уже заранее договориться, что он хочет взять тебя себе. Это обязательное требование для иностранцев. А как ты нашла этого профессора? Много гугления. Google сайт, я думаю, полностью. Да, да, да. Я просто нашла профессора, который мне понравился. И мы с ним списались и очень быстро отговорились. И так же ты сдала TOEFL 100... Да, я сдала TOEFL на 104. Для качества минимальный балл, он 95. Отлично. Это можно на сайте уточнить. Все, ты это все сдала, собрала, послала. То есть ты послала именно не как на гран-стипендию, а послала как на поступление, верно? Да, послала на поступление. Автоматически все поступающие рассматриваются на эту стипендию. В общем, практически все иностранцы и получают. И тебе дали 100% на стипендию. И так же, то, что ты говорила, возможно, ты работаешь как-то правильно по-русски. Я работаю как ассистент исследователя, да, и мне за это платят денежку в лабе. Это секрет? Сколько? Можно узнать? Секрет? Ну, в принципе, нет ни секрета. Никаких бумаг не подписывала. Моя зарплата — это 900 тысяч базовая и еще 400 тысяч в месяц, если я участвую в проектах. Правильно я понимаю, что тебе, живя в Сейджоне, этого достаточно, ну, хватает на жилье и на питание? Да, на жизнь хватает. Я даже могу себе позволить жить в комнате на одного человека. Вау. Да. Самое дорогое жилье на кампусе. Скорее всего, такие называют пудя. Типа, в богатине такой разрушается. Молодец. Правильно, жить одному комфортнее. Кстати, пока видео еще не вышло Каиста, ну, вы его немножко задержкой смотрите, мне что надо его смонтировать, то я вам расскажу такой секрет. Сегодня в моем инстаграме, в сторисе тоже был маленький конкурс подарков из Каиста. Поэтому вам, наверное, круто и выгодно быть подписанным на все мои соцсети. Самое правильное, что должно быть в УЗИ, это тенек, который образовался вот так вот. Да, часть здания надо мной висит. Как-то немножко так... хотя даже фонтанчики не спасают. Сегодня просто пипец. Все студенты спрятались. 38 градусов. Мне даже как-то говорить сложно в такую сильную влагу. Я просто вся мокрая, сжарень, жуть. А еще плечи обгорели, тут рюкзак висит, такой, знаете, мазохизм боли. Конечно, как и в любом корейском престижном ВУЗе, у него есть специальные клубы по интересам. Скажи, вообще, сложно учиться здесь, в Каисте? Я даже только скажу, я имею в виду Каист, это правильно делать, потому что ты называешь на меня вообще вещи странные, непонятно, это круто. Я имею в виду именно вот в Корее. Многие считают, что, ну, не совсем сложно. Вот расскажи, пожалуйста. Я рассказывала им про свои сложности в обучении, я учусь скорее. А как тебе вот учиться? Много тебя требуют, спрашивают, или так? Ну, здесь немножко другой подход к обучению. Ну, конечно, все сильно зависит от преподавателя, как и в любом другом месте. Из необычного для меня на нашем факультете, по крайней мере, очень уважают групповые проекты. Вот. Это, во-первых, задание из серии сам придумал, сам сделал. Вот здесь, в общем, еще и задачи тебе надо придумать. И плюс это несколько человек, нужно координироваться, общаться. И, к сожалению, для меня не все корейские студенты хорошо знают английский, поэтому во время работы возникают некоторые сложности с пониманием друг друга. Кстати, Маша до сих пор не знает корейский, что для меня, как учитель корейского, такой нонсенс. Как можно быть в Корее, учиться в Корее, не знать корейский? Ну, для поступления в КАЭС корейский не требуется. Ну, КАЭС, да, ну, жизнь. И здесь вполне есть люди, которые так его и не выучивают за 4 года. Обучение на бакалавриате, например. А ты планируешь? Я по чуть-чуть его учу. Заходи, Камина, курс, тебя Аня покажет. Что я вам скажу? Точно так это жениха вы здесь себе найдете. Пока я снимаю ко мне это видео, ко мне уже подошли 3 раза. 3 раза они... Это были 2 корейцы и 1 иностранец. Спросили, не потерялась ли я. Я говорю, что как бы нет, не потерялась. Один сказал, типа, хорошо, ладно, такой улыбнулся и пошел. Другие 2, они сказали просто, понимаете, вы так красивые, мы вас здесь впервые видим, поэтому мы решили, что вы новенькая. Приятно-то как. Может, остаться здесь и жениха себя найти, что ли? Я в математике и в программировании разбираюсь. Скажи, в Каисе кого больше, мужчин или женщин? Обучаются. Конечно, мужчин. Это университет технологический, научный. Здесь 80% молодых людей. Жениха найти реально? Ну, я думаю, что выбор большой. Но другое дело, что корейцы моего примерно возраста делятся на женатых и глубоко в отношениях. Я так понимаю, что здесь чуть-чуть раньше начинается задумываться о серьезных отношениях, чем у нас. Видите, скажи, Маш, то, что в отношениях, это не страшно. Корейцы не бывают не в отношениях. Они всегда в отношениях. Это корея. Тут так происходит. Одному быть нельзя. Надо быть хоть с кем-то. Поэтому, если че... Если вы еще не поняли, официальный цвет этого вуза синий, либо белый. Где-то тут здесь был еще белый. Цвета два. Животное – гусь. У них не просто гуси нарисованные, вылепанные и так далее. У них гуси тут живые есть. И есть даже указатели, что осторожно, гуси. Да. Интересно, корея мог бы так сделать? А осторожно, хорани. Это точно передовой институт. Посмотрите, чего здесь есть. Да-да. Машеньки заряжаются. Я нашла машину, которая сама себя управляет. Сама собой, точнее, управляет. Кайсовская. Ой, сколько она не камер. Вот что отличительно, на фоне вуза Ская, вуза, точнее, Ская, тут прям такой размах территории. Такая милота. Камеечка вот прям вот тут на фоне. Я нашла обалденное местечко. Я нашла качелечку, тенечки рядом с фонтанами и видом на самое главное здание Кайсова. Все. Сейчас я буду ловить Кайсов. Она немножко горячая, а я немножко обгорела. Множко обгорела. Боже мой, какой кайф. Кто здесь? Боже. Ветерочек, фонтанчик, вид. Тенек. Погодите, по мне ползают большие муравьи. Ай, чешется. Ваш блогер сегодня прям весь израненный, измученный. Меня вчера какой-то зуб укусил. Ай, у меня там нога, ты так кешется. Сейчас я продолжу рассказывать про Кайс, когда вспомню, на чем остановилась. Окей, я не вспомнила, на чем я остановилась, поэтому я вам просто расскажу. Про стипендии. Это как бы самое крутое и полезное. Да, как вы поняли, большинство иностранцев, которые обучаются в Кайсе, почти 80%, они учатся по стипендии или гранту. А единицы по гранту, которые не один государственному, вы знаете, попасть на него просто уже нереально, поэтому более свежие видео про гранты, и они пользуются пока ими, потому что не один в эти пару лет особо не балует. Так вот, когда вы поступаете в Кайс, как рассказала Маша, все просто, собрали документы и подали, выбрали бы одном профессора, то при поступлении, как вы поступаете в Корее, вам предоставят скидку. И чаще всего это скидка от скольки-то до 100%. От чего же зависит стопроцентная скидка в Кайске? От вашего проходного балла, от ваших рекомендаций, что очень важно, это Кайс, и, конечно, от вашего английского языка. Но даже если вот все это поддав, нам чуть-чуть не хватило, но вы поступили и вам не дали стопроцентную, вы можете ее поднять, либо вы можете потом еще получить дополнительную стипендию или покрытие. Как это можно сделать? Например, за успеваемость здесь не ниже B-, B- это когда вы получили где-то 3,0 балла, когда всего возможно 4,3, да? И что-то еще там было? А, и при условии набора минимум 12 кредитов за семестр, кредит это такая система оценок здесь, а не банковские кредиты, здесь я имею в виду в Корее, в Америке и так далее, то вы сможете получить стипендию дополнительную, либо поднять вашу. Но помните, если вы все-таки хотите не ID, вы такие успешные, то одна главная вещь, вы не можете подавать и на стипендию правительства Кореи, и просто поступать в буст на его стипендию. Это перекрестки, поэтому только либо одно, либо другое. Также в стипендии здесь входят пособия ежемесячные на еду и проживание. Это примерно 400-500 тысяч вон и выше. Это зависит от вашей работы, подработки у профессора. Там где-то гуси крякали. Я их устала бегать по ВУЗу искать, я их пока не нашла. Но я-то хочу найти их. Здесь плюс выдают еще мат-помощь различную, а потом для семей с низким доходом, или для, как это правильно, большие семьи, когда больше двух детей в семье. Также за ваши заслуги в ВУЗе, за вашу здесь работу, разные научные какие-то открытия или достижения. За все это вы будете получать мат-помощь. Так что если вы реально шпарите вот в этих всех науках, нанотехнологиях, в инженерии, вам это нравится, вы хотите быть в лаборатории и изучать, то приходите, подавайтесь сюда, вы все это будете делать, вам еще будут денежку давать. Просто кайф. Ох, гуси! С кайфовскими гусями по всему университету местные лужайки превращаются в минное поле. Ради хорошего кадра, ракурса этих гусей, приходится за ними бегать. Они хитрые, заразы, плавают же. Я с ним только перешла на другой берег, они проплыли на тот, где я была. Умные, что ли. Тоже в кайф по баллу поступали, наверное. Эти ребятки стали на меня смотреть. Они прям совсем уже корейские, тоже в тенечке сидят. Не, я точно не буду учиться в кайф. Вуз может и отлично, но обойдя почти весь его, весь кампус этот. Тут нет ни одного теннисного корта. Куча футбольных полей. Ни одного теннисного. У меня в Йонсе есть даже покрытия разные. Есть и грунтовое покрытие, есть хард-покрытие. И всё. А тут яхт-клуб есть, и этот тоннери, который по интересам. А теннисного ни одного. Зато футбольных, ой! У нас в России команд по футболу меньше, чем нет футбольных полей. Сootнан putшей. Вы words сегодня не бывает. Орчет. Прогружать. Продолжение следует...